Работать в условиях жестких ограничений или остановить производство. Кировский филиал акционерного общества «Апатит» продолжает выполнять и даже перевыполнять плановые показатели. Пандемия не повлияла на непрерывный производственный цикл. Выработка и отгрузка конечной продукции потребителю не останавливалась ни на день. Не остановлен также ни один инвестиционный проект. Как в непростых условиях со своими задачами справляются горняки? Узнала съемочная группа народного, побывав на Росвумчорском руднике. Как работали, так и работаем, говорят росвумчорцы, хотя привычный ритм несколько изменился. Год назад в это время люди через проходную контрольно-пропускного пункта шли нескончаемой вереницей. Одно из главных требований нынешнего времени – исключить скученность. Для этого был предпринят целый комплекс мер, начиная от увеличения количества рабочих автобусов и заканчивая поэтапной выдачей нарядов. У нас выдача наряда происходит в течение часа. Люди подходят в разное время для того, чтобы разделить потоки, чтобы у нас массово не скапливались люди и соблюдалась, соответственно, социальная дистанция. В разнарядку вход по одному, сидение кресел через два заклеены сигнальными лентами. Специалист, который выдает документы, работает исключительно в перчатках. Главное напоминание о социальной дистанции в коридорах АБК – все та же разметка. И если, например, в здании управления предприятие масочный режим, то на территории производственных площадок строго респираторный. Первое время было непривычно работать и в перчатках, и постоянно находиться в маске, в средствах индивидуальной защиты. Ну, человек ко всему привыкает. Ну, в принципе, уже как и не мешает. Работаем, работаем. В самом начале первой волны распространения коронавирусной инфекции на предприятии был разработан и реализован целый пакет профилактических мероприятий. Дезинфекция всех помещений, коридоров, кабинетов, раздевалок, душевых, обработка ручек, кнопок, сенсорных панелей – все они применяются до сих пор. Не говоря о постоянном использовании средств индивидуальной защиты и обработке рук. Санитайзеры везде. В подземном руднике дополнительном в каждой машине есть санитайзеры, где работники обрабатывают до начала смены кабину и после начала смены кабину с отметкой в бортовом журнале о том, что дезинфекция проведена. Также люди в масках находятся, если работают с кем-то они в группе. Все абсолютно то же самое, что и на поверхности. Также организованы дежурства руководителями служб, участков для того, чтобы именно в моменты пересмены, когда массовые потоки людей идут, чтобы там люди соблюдали все необходимые меры. Во всех производственных помещениях и переходах тоже разметка, а где движение носит интенсивный характер, разделяющий потоки ограждения. Человека без респиратора на территории рудника встретить уже давно невозможно. Без средств защиты не пускают не только в рабочие автобусы, но и в спецтранспорт. Все направлено на то, чтобы было безопасно и ни один работник не заболел. Горняки к этому уже давно относятся спокойно и с пониманием. Машины там обрабатываем, обеззараживаем маски, перчатки, все вот это. А так, как работали, так работали, ничего не поменялось. Закрывать предприятие, это, я думаю, неправильный выход. Думаю, вот так будет лучше, как мы работаем сейчас, чем вообще закрывать. В здравпункте тоже все упорядочно. Толпы нет. Кресла предсменного осмотра, которыми оснащены все основные структурные подразделения, в такой ситуации особенно кстати. Все эти требования распространяются и на подрядные организации, которые осуществляют свою деятельность на производственных площадках Кировского филиала акционерного общества «Апатит». Из всех территорий присутствия, из всех заводов, которыми представлена наша компания, нам первыми пришлось принять вызов пандемии. И благодаря четким профилактическим мерам, жестким карантинным мероприятиям нам удалось не остановить ни один передел производственного комплекса и продолжить работать. Безусловно, сотрудникам предприятия сегодня непросто, но на сегодняшний день могу сказать, что все с пониманием относятся к текущей ситуации. Сколь действенны все эти меры, четкое понимание дает статистика. За весь период пандемии, начиная с первой волны, коронавирусной инфекцией переболело 110 работников Кировского филиала акционерного общества «Апатит» и дочерне зависимых обществ. Это чуть более 1% от общей численности.